Русская земля страдает, страдает простой русский народ. Мы должны помочь им. Наш сегодняшний митинг проходит в очень символический день. Ровно 70 лет назад советские войска освободили город Одесса. 8 апреля 1944 года началось освобождение Крыма от немецко-фашистских захватчиков. А в конце октября 1944 года, 70 лет назад, от фашистов была освобождена вся Украина. Товарищи, к сожалению, 70 лет спустя Украина опять вопитой фашистов. К сожалению, 23 года капиталистического олигархического правления вырастило, выпистывало эту киевскую хунту. И сейчас эти фашисты называют нас агрессивными сибиротистами. Жителей Востока, существами и террористами. Товарищи, разве нам, так сказать, не хочется плюнуть в лицо этой фарион, который называет наших братьев из Харькова существами? Не только плюнуть! Хочется! Товарищи! Товарищи! Эти олигархи, они начали войну против нас. Они, как в Германии в 30-е годы вырастили этих нацистов. Они готовят Украину к войне с Россией. Но украинский народ не хочет этой войны. Мы один народ. От Бреста до Тихого океана мы едины. Товарищи! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Фашизм не пройдет! Юго-Востоков единись! Юго-Востоков единись! Юго-Востоков единись! Мы добились права жить у себя дома, жить в России. Такой же стойкости и мужества мы желаем всем истинным патриотам Юго-Востока. Мы хотим сказать, что мы с вами, вы победите, потому что правда будет на вашей стороне. Слава вам героям! Действительно, вот правильно передо мной сказали. Вам нужно объединиться, вам нужно быть одним целым. Мы вас поддержим морально, мы вас поддержим словом. Я знаю одно, что дух справедливости – это непобедимый. Еще раз хочу поблагодарить всех севастопольцев за нашу победу. Такую же победу я желаю и Юго-Востоку. Спасибо вам! Ура! Юго-Восток мы с вами! Ребята, надейтесь только на себя. Не надейтесь ни правительства, ни депутатов. Они вас предадут. Верьте нам своему народу, верьте Донецку. Донецк, мы с вами! Севастополь с тобой! Берите пример Севастополя. Посмотрите, у нас город 350 тысяч, и на митинги выходили по 30 тысяч. Там городы, миллионники, выходят 4-5 тысяч, дали арестовать своего лидера Губарева. Как так могло быть? Мы просим, чтобы они объединились, весь Юго-Восток, чтобы были слаженные действия у них, чтобы охраняли своих лидеров. Теперь милиция, когда 24-го числа, мы милиционера спрашиваем, что ты будешь делать, если тебе дадут приказ нас арестовать. Он говорит, сниму форму и стану возле вас. С вами вместе. Там милиция должна тоже перейти на сторону народа, который ее и кормит, эту милицию. Спасибо. Ура! Добрый вечер, граждане. Я представляю русскую общину города Севастополя, буду очень краток. Мы с вами все убедились, что наш президент Путин слух на ветер не бросает. И он обещал, что в случае, если на Юго-Востоке будут твориться беспорядки, если там начнется то же самое, что и во всей Украине, он защитит своих граждан. Мы скажем ему, что пора. Нельзя допустить, чтобы пролилась кровь. Нельзя этого ждать. Пора. Владимир Путин, пора защищать Юго-Восток. Юго-Восток объединяйся! Юго-Восток объединяйся! Юго-Восток объединяйся! Юго-Восток объединяйся! Севастопольцы, я хочу обратиться к нашим друзьям, к нашим братьям в Донецке, в Луганске, в Харькове. Севастополь сделал свой выбор. Этот выбор сделали не политики. Этот выбор сделал каждый из вас. Когда 23 февраля пришел на эту площадь и сказал свое слово, когда подорвал свое место с дивана и не перестал смотреть новости, пришел и сказал. И мы видим результат. Мы все видим результат. Севастополь, Россия! Севастополь с Россией! И это наш выбор. Я обращаюсь к Донецку, к Луганску, к Харькову. Ребята, не сидите. Вставайте. Когда вас будет много на площадях, никакая хунта не пройдет. Никто ничего не сделает. Никто не сможет вам противостоять. Севастополь послужил премьером для вас, для всех. Севастополь вас горячо поддерживает. Не только морально, но и физически поддерживает. Держитесь, ребята. Мы с вами. Севастополь с вами. Севастополь с вами. Севастополь с вами. Севастополь с вами. Столько людей. Вы все пришли сюда, бросив свои домашние дела. Я приехала с работы и буквально просто сломя голову летела, потому что мне позвонили и сказали, что здесь собрались люди, которые хотят сказать слово, хотят сказать Юго-Востоку, Украине, что нужно, нужно что-то делать. Мы делали, мы выходили. Женщины, вы такие молодцы. Наши севастопольские женщины поддерживали своих мужчин. Когда мужчины выходили на посты днем и ночью в холод, непонятно в какую погоду они стояли, они стояли до последнего. Сейчас мне передали, что группа антимайдан, они блокируют севастопольский центр Беркута, чтобы их не смогли разоружить и вывезти в Киев на что? На разборки. Их все хотят судить. А мы что, боимся, что ли? Мы туда все равно пойдем. Спокойной вой вдом Столька! Строю! 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 Почему мы сегодня пришли на мейтинг? Дело в том, что нас поддерживали в свое время, когда мы нуждались в этой поддержке, как говорил один оратор, все вокруг, не только на Украине, но и в России. В свою очередь мы хотим точно так же поддержать и передать чувство, вот эту долику нашей души, поддержки, передать как-то туда тем парням, которые сейчас в самом деле нуждаются в этой поддержке. Я не знаю, но может это как-то поможет, чтобы они просто почувствовали, как мы в свою очередь, что мы не одни, не брошенные и в конце-то концов им станет, наверное, легче от этого. Дай бог, чтобы у них все получилось, что они хотят. Я не могу оставаться равнодушной, когда вокруг наших русских людей так вот, как принижают, ставят на колени, это просто невозможно. Тем более они нам помогали в наше время. Я ходила, ну вот мы с другом, мы на все митинги, мы участвовали во всех акциях, все. И пока ребята наши с Донбасса не победят, мы будем помогать как можем. Все в руках людей, которые сейчас там строжьи сражаются за свои права. Мы с ними, мы очень переживаем. У нас в Донецке, в Луганске есть родственники, друзья, поэтому мы тоже с ними душой. Что они рассказывают? Они говорят, что очень сложно, потому что цены растут, цены растут людям все сложнее выживать в этих условиях, потому что с трудом, с концами сводят, пенсии не хватает. Поэтому не знают, они полная неопределенность такой тревоги, как они дальше будут жить, они не знают. Я очень переживаю из-за Луганска, я двое суток слежу ночью, как они собираются, боясь штурма, собираются, группируются все вместе, выходят более тысячи людей, зажигают какие-то огни и фонарики, боятся снайперов, но все равно выходят. Девочка передавала, оттуда передавала, снимала все, чуть не плакала, боялась за свою жизнь, но все равно выходила. Молодая девочка. Я поддерживаю Луганск, я поддерживаю Николаев. Николаев – это моя родина. Россия! 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 Россия!